Приветствую вас. Давайте разберём ваш вопрос. Пишет пользователь с именем Алёна и говорит о том, что иногда у неё бывало странное состояние, в какой-то момент у неё возникают ощущения, будто что-то произошло. Хотя на самом деле ничего не произошло. Но так кажется, что произошло тут хорошее, у неё хорошее настроение, как будто внутренний чест знает, что именно произошло и радуется. А я никак не могу понять, ведь я не помню, чтобы что-то происходило. То же самое бывает и с плохими, неуловимыми событиями. Кажется, произошло что-то плохое, и моя внутренняя часть ягодчина, а осознание также не понимает и не помнит никаких плохих событий. Это бывает нечасто, но очень странно, как это объяснить и почему цирка думает, что что-то произошло. Ну, во-первых, хочется сказать, что позиция, при которой мы пытаемся что-то объяснить, не самое лучшее. это, пожалуй, первое, на что хочется обратить внимание. То есть, объяснения никогда, на мой взгляд, не дают ничего хорошего для понимания себя. Поэтому можно объяснений вообще придумать очень много. Вот срёд. Очень много. Но это вряд ли что-то да, потому что всё это, опять же, будет на уровне сознания. Вот. Я бы, конечно, предложил бы в большей степени поработать с вашими ощущениями, с вашими переживаниями, с чувствами. Вот. вот. Позамечать их, может быть, поисследовать, посмотреть на... С одной стороны, то, как вы относитесь к своей жизни, как вы обращаетесь с ней, например. А с другой стороны, как и чем вы живёте. То, что вы описываете, есть интуиция. И вообще говоря, так работает интуиция с одной стороны. То есть, может быть, действительно что-то происходит, что вы не замечаете. В силу того, что вот, ну, привыкли жить в определённой парадигме, да, и, соответственно, то, что происходит, в эту парадигму не вписывается. Вот. И, соответственно, вы, вот, таким образом, эм... Себя, значит, ну, себя... Защищаете от какого-то негатива. Или просто от каких-то переживаний. Потому что события, да, они вот... Если вы их, например, признаете, да... Ну, если вы признаете, что это события, вот они... Как-то реально есть, реально как-то существуют... То... Ваша жизнь, она... Ну, не будет вот такой, как... Была, например. То есть, ну, будет вот... Как-то... По-другому... Будет как-то иначе. Вот. Это... Это первое. Первое на что... Хочется... Обратить ваше внимание. Понял. Второе. Второе на что... Хочется обратить ваше внимание. Это на то, что... Может быть... Может быть такое... Что... Что... Вы приписываете... Эм... Каким-то ситуациям... Вот... В... 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 Вот. Это тоже... Более чем... Реально. Более чем возможно. Такая история. Это... Тоже... Нужно учитывать. Если мы берем в качестве нашей задачи такую вот помощь вам, то есть посмотреть не является ли это проекцией. Потому что проекцирование может быть в довольно негативном аспекте. И, пожалуй, последнее, вот на что хотелось бы обратить ваше внимание, это то, а не подавляете ли вы свои эмоции, не подавляете ли вы свои чувства, ну вот вообще. Потому что если вы так делаете, если вы подавляете себя, если вы склонны как-то игнорировать свои эмоции, если вы склонны игнорировать себя, чего-то склонны уходить, то в этом смысле тоже может быть причина вот в какой-то степени того, что вот с вами происходит. хотя, ну, понятное дело, что ситуации бывают разными, да, и то, что вот с вами происходит может быть тоже, ну, может иметь разные, скажем так, основания, да, вот. Поэтому я не торопился бы с выводами и не пытался бы прямо сейчас как-то объяснять то, что он с вами происходит. Скорее постарался бы, ну, поисследовать вашу жизнь. Вот. И посмотреть, посмотреть, какие есть аспекты, на которые вы не обращаете внимания. Вот. Я предполагаю, что у вас довольно хорошо работает интуиция. Вот. Только вы не умеете, может быть, ею пользоваться. Вот. Но это не проблема. Можно вас этому научить. вас пользоваться своей интуициями. Вот. Это не проблема. Главное, что бы вы хотели этого. Да. Как бы, то есть, ну, что бы у вас, вот, было такое желание этим заниматься. Вот то, что бы хотел при... то, то, что бы я хотел вам сказать. Я хотел. Да. Вот. Ну, с точки зрения, опять же, психологии, вот. с точки зрения психотерапии, с точки зрения моего опыта, который у меня есть. И соответственно уже после этого можно будет о чем-то говорить. И вам после этого можно будет помочь. Ну естественно, при наличии у вас этого желания. Потому что понятно, что если вы не хотите, то если вы хотите просто объяснить, то конечно, это не тот, как мне кажется, путь, который может вам спробовать. Ну я имею ввиду вот такое. Позитивно. Помочь вам. Вот. Как-то так я бы ответил. Буду благодарен вам за обрядную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Просто подумайте, проанализируйте свои ответы на вопросы, которые я попытался задать. И соответственно можно будет уже с этим что-то делать. Вот. Всего вам самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Будем рады помочь. Молодец. 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 ằм. Продолжение следует...